Всем привет, всем доброе утро! Сегодня среда, среда, отличный день, солнечный, прекрасный. Я сегодня поеду к родителям в гости. Вот, там делишки надо кое-какие поделать, делишки. Вот, сейчас всё сниму, отсниму, мубанк, поем, вечером поеду, вечером поеду. Я недавно проснулась, даже в душ не ходила, нам сегодня должны дать горячую воду, поэтому я жду. Я думаю, что сейчас часиков в девять её включат, и я сразу занырну. Уйду, заплыв. Ой, ой. Не накрашенная, не накрашенная, только бровьки нарисовала. Но всё равно вроде, да. А ничего. Бровьки нарисовала, но и всё, лицо уже есть. Что ещё нужно-то? Боже мой, боже мой, что ещё нужно? В общем, сейчас я хочу завтракать, у меня уже, я тут себе приготовила. Югурт. Югурт. Дынька, дынька, я вчера купила дынь колхозницу, две штуки. Такие невзрачные, такие невзрачненькие они с виду были. Но одна как бы маленьчика, уже тухленькая оказалась, а другая просто. Сладкая, огонь. Хочу кофе попить, значит, мне засвечивает, да. Так, глазик, глазик. Один залипает, но ничего. Сейчас я сделаю кофе и расскажу вам кое-что. Так, сейчас я поставлю чайник. Чайничек нам нужно поставить. Чайничек сейчас поставлю. Так, пока он кипит, сваргаем, сваргаем, сваргаем. Ну, вернее, положим, да, с ингредиентом для кофе. Кофе, блин, кофе заканчивается. У меня там есть еще, у меня там еще есть. Покрепше сделаем, покрепше. Чтобы прям, эх, душа развернулась и обратно свернулась. Так. Сахарочек, сахарочек. Легче слабо, пускай будет. Легче слабо. Пока закипает, а где у меня ложки маленькие есть, очень много, или все? Красота, спасибо. А в общем, пока закипает чайник, расскажу вам кое-что. Буду есть йогурт. Ничего, как-то далеко, да? Буду есть йогурт с дымом. А может мне сесть? Я вам сказал, где уже поставлюсь. И палку, у меня соус и палка, это... Разрядился стабилизатор. И то есть соус и палка делается. Короче, вчера... Нет, не вчера. Я на прошлой неделе, на прошлой неделе гуляла по набережной панажей. Сейчас, наверное, шуму будет. Сейчас на паузу пока поставлю. Так, все, кофеечек я заварганила. Сейчас вот пока вода стынет. В общем, на прошлой неделе я ходила гулять по нашей набережной. И ходила, бродила, бродила, дошла до Борского моста. И там есть такой зубуточек. Ну, как бы вот эта вот линия пляжа отделена... Там, видимо, была какая-то постройка раньше. И остался только фундамент. И такая вот как бы, как стена получается. Вот. И маленькая часть пляжа, она отделена от основного вот этой вот стеной. И получается, что ты когда на этом маленьком зубуточке пляжа, ты практически прям под Морским мостом. Ну, такое укромное местечко. И получается, что там такой очень резкий спуск. То есть основная земля, она выше, а ты вот как бы, ну, внизу находишься. Вот. И я, значит, ходила, бродила, бродила, нашла это местечко. Думаю, как интересно. А там прям как такового пляжа нет. Там есть песок. Маленький прям. Кулачочек земли с песком. А дальше идут какие-то камни. Ну, видимо, вот постройка разрушилась. Вот эти вот камни остались. Ну, короче, интересное место для того, чтобы, ну, либо уединиться. Например, если какой-нибудь шашлык жарит там компанией, да, от глаз подальше. Вот. Пофоткаться можно. Интересные фотографии. Ну, естественно. Я вчера думаю, что, надо сходить прогуляться до этого местечка и пофоткаться. В общем, собрала сумку, стала выходить из дома. И тут Марфуни. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вокруг меня трётся. Я думаю, надо бы взять её с собой. И в сумку бац. На плечо, и мы с ней пошли. Она, конечно, в шоке. Пришли мы на это место. Там никого нет. А по этой стене, в принципе, можно по верху прогуляться. То есть она как бы... Землю... Ну, она идёт вровень с землёй. То есть с уровня земли можно по этой стене пройтись и посмотреть, в принципе, что там на этом за куточке-то вот с высоты... С высоты, да? Посмотреть, что там на этом за куточке-то творится. Ну, так интересненькое, в общем. И... Мы с ней пришли. Я её, значит, выпустила. Марфуня в шоке. Она на улицу никогда не выходила, можно так сказать. В общем, она в шоке. Всего боится. А там ещё поезда ходят, машины ездят, шумно. Она, значит, как партизан на животе. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Абсолютно территорию. Я иди сюда, сумку показываю. Она раз в эту сумку шмыг. Всё, да, я раз. В общем, я фотографировалась, сфотографировалась. Смотрю. Марфуня умирает от жары. Даю попить, не пьёт. А у самой язык на плече. И я уже как-то... Знаете, уже так долго что-то фотографировалась, фотографировалась. А у меня ещё что-то... У меня штатив с пультом. Я на пульт-то нажимаю. А он не фотографирует. То есть я фотографировалась часа полтора. У меня, наверное, всего лишь пять фоток. Идёт, знаете, как я иду, как я иду обратно. То есть вот во время пазирования... Ну, ничего не зафоткалась. Ну, думаю, ладно. Смотрю, и мне кажется, вот я, ну, как бы к фотоаппарату подхожу, к телефону подхожу, смотреть фотографии. Мне кажется, как будто по этой стене кто-то ходит. Я раз такая, нет никого. Я думаю, ладно, в общем, я что-то так, это, разнервничалась. Марфуня умирает от жары, нервничает. Я разнервничалась, что в фоток нет ни одной. Думаю, ладно, буду собираться. И собираю я, значит, эти вещички свои. А Марфуня, когда в сумку залазила, она, естественно, из сумки всё вытащила. А, собираю вещи. У меня лежак был. Да-то, соломиное. И смотрю, значит, пока я вещи собираю, смотрю, по этой стене действительно мужик какой-то ходит. Я думаю, ну, ладно, мужик и мужик, мне это что? Я, значит, дальше продолжаю собирать. Смотрю, он уже по земле идёт и начинает спускаться тоже к этому пляжу. Ну, мне это как бы по барабану я уже ухожу. А там такая стена и тенёчек. И он спустился. Там такой очень опасный спуск. Но он спустился и к этому тенёчку, значит. Ну, ладно. А, знаете, уже без футболки. Футболку он уже, видимо, снял, жарко ему. В одних джинсовых шортах. Ну и ладно. Я, значит, сумку собрала. Её на плечо. Начинаю карабкаться по этому склону вверх. Залезла. Иду такая по земле-то. И, ну, значит, решила посмотреть на этого мужика, о чём он там делает. А он, короче, вот так вот встал ко мне. Ну, в этой тени. Стоит в тенёчке. Вот так вот развернулся ко мне. Он как раз вот я проходила мимо. Я его вижу. И голый. Ну, наверное, это нудийский пляж, может быть. Я вроде бы вернулся. Ну да. А уже как-то неудобно, да? Чё я тут увидела голову мужика и вернулась. Да и кошка, тем более, пить хотела. Блин, я чё-то такой смех разобрала, если честно. Понятно, голый мужик. Чё, кто не видел голову мужика, да? Я просто вот так вот, чтобы письюном трясли. Не в какой-то интимной обстановке, а просто на улице, на пляже. Ну, я нудистов никогда не видела. Видела однажды в Греции. Ну, так, вдалеке. То есть там тоже был основной пляж. А там дальше на скалах вот тусовались мужики и женщины. Ну, там вот они вот такие вот, ну, сами человечки. Издалека их только видно было. Только по чертаме понималось, что чё-то вроде бы... Вроде бы как бы женская фигура, вроде бы мужик. И как бы по растительности можно было понять, что, ну, лосатый грудь, мужчина. И дальше уже там как бы... Вот. Но так вот, чтобы, можно сказать, лицом к лицу с нудистом никогда не встречался. Смешно. А если бы я не собиралась уходить? Вот фоткалась бы я там сидела, сидела. И он бы раз и разделся. Интересно. Интересно. Ну, ещё вот так вот. У нас на грибном канале вроде бы есть нудистский пляж. Вроде бы. Ну, как бы все говорят, но я не знаю, я там наверно не была. И там якобы недавно поругались. Или подрались ли даже нудисты и геи. Не знаю, что они там не поделили. Так что вот. Ну, конечно, мужик этот. Не могу понять, то ли вовремя я свинтила, то ли не вовремя. Интересно, какая бы была моя реакция, когда я сижу там на берегу с кошкой. И мужик рядом голый ходит. Блин. Интересно. Самое даже что. Вчера купил дыни. Я говорила об этом уже. Две. Такие незрачненькие. С пятнами. Я знаю, что дыни нужно покупать без пятен. Ну, да, просто без вариантов было вообще. Я выбрала с минимальными потерями. Но они такие ароматные. Прямо ты в руки берешь. И вот от кожи прямо пахнет вот это дыниом. Божественно. Но одна оказалась маленечко. Маленечко испорченной. Маленечко испорченной оказалась. А вторая... Просто песня. Сочная. Сладкая. Прям огонь. Ароматная вообще. Все, и надо быть морфунь побольше и доставить. А то... Ориентировочно я должна завтра вернуться. Мал, хэзэ. Хэзэ. Она сегодня меня напугала. Я не знаю, наверное, она каких-то мушек и комаров ловила. Но я проснулся от подозрительных звуков. Как будто бы кто-то скребется, кто-то где-то хлопает, что-то падает. Я приписываю это все морфуне. Но я не знаю на самом деле, что это было. Потому что морфуня где-то лазила-лазила, потом пришла ко мне. А потом она что-то опять уши навострила и свинтила. И я вот хэзэ. Может, барашка все-таки живет у меня какой-нибудь. Так, ну что, кофеек. Чуть я уже так наелась, прям объелась. Конечно, целую тарелку я не съела. Горяча еще. Ладно, буду пить кофе. Вот такая вот история. История у меня вчера произошла. Ну, я что-то вчера перегрелась, видимо, на солнышке. Я пришла домой вообще. У меня болела голова, тошнела и все такое. Не знаю, то ли это увиденного, то ли это солнце. Не знаю. В общем, ладно, буду ждать, когда встанет кофе. Всем отличного дня. Отличного денечка. Всем хорошего настроения. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.